Продолжается новый день и всегда приятно, когда к нам в гости приходят замечательные люди. 23 марта этого года в здании Краевой филармонии Алтайского края состоится концерт в 17.00, в первой части которого выступит заслуженный артист России Олег Полянский, ныне проживающий в Германии, специально приедет. А во второй части выступит симфонический оркестр филармонии Алтайского края под управлением нашего гостя Эдуарда Дидюра, который к нам сегодня в гостях. Доброе утро! Доброе утро! Сразу скажем, что Эдуард Дидюра работал со многими симфоническими оркестрами не только России, но и мира. Побывал в разных странах и ему есть с чем сравнить любой оркестр. Так вот, Эдуард, первый вопрос. У каждого оркестра есть своя душа. Вот что-то такое, благодаря чему раскрывается коллектив. И вы работали со многими оркестрами. И вот скажите, насколько сложно вообще разглядеть душу в каждом коллективе? Ну, вы абсолютно правы. Оркестр имеет свой почерк, свой характер, свое лицо и, конечно же, свою душу. Вот на первой репетиции всегда оркестр присматривается к дирижеру, к дирижеру, к оркестру и завязывается какой-то творческий контакт. И вот нужно правильно увидеть эту душу, открыть ее и донести эту душу до звучания музыки. И через звучание музыки передать эту душу публике. Насколько сложно войти в контакт с оркестром? То есть, я понимаю, вот на самом деле это сложно. Вы приехали, человек, да, известный, у вас масса регалий, да, такой к нам мастер приезжает. Но вы не знаете коллектив, а коллектив не знает вас. Ну, что такое виртуально? Это же ни о чем, да? Вот вы сталкиваетесь лицом к лицу. Насколько вот сложно этот контакт сразу наладить? Знаете, всех нас объединяет великое искусство, как музыка. И когда ты выходишь на первые репетиции, конечно же, есть какое-то творческое волнение, поскольку ты не знаешь коллектив. Но завязывается очень быстро этот контакт профессиональный с помощью твоих жестов, твоих движений, твоего профессионализма. Ведь музыканты, они тоже люди, которые обучались музыке. И буквально 20-30 минут и происходит полный контакт в работе с оркестром. Но вот с первого раза вы так можете сказать, ага, вот это отличные ребята? Абсолютно нет. Люди все разные, визуально, безусловно, да. Только когда они начнут играть, тогда определяешь качество и уровень каждого музыканта. Эдуард, а у каждого дирижера есть какая-то вот, есть так называемая волшебная палочка. Она же дирижерская. Вот у вас какая-то есть своя, которую вы с собой всегда возите и только с ней работаете? Или это стереотип заблуждения? Ну, вы знаете, у меня есть своя палочка, которую подарил мне мой педагог, великий дирижер современности Юрий Иванович Симонов. И вот с этой палочкой я уже не расстаюсь 7 лет. Это концертная палочка, но она является и волшебной, она не является волшебной, поскольку все волшебство – это твое образование, твоя мануальная техника. Как ты умеешь дирижировать, в этом есть твое волшебство и твоя магия. Палочка, она, да, она у меня раритетная, я ее очень дорожу и всегда с ней выступаю. У многих обывателей складывается впечатление, что, ну, что такое работа дирижера? Вышел и маши. Ведь наверняка за каждым жестом что-то кроется. Может быть, какой-то небольшой мастер-класс, там, два-три жеста, которые там что-то обозначают. Ну, знаете, работа дирижера… Вот, знаете, вот сейчас я продолжу, меня, знаете, всегда вот удивляло. Сделал режиссер, дирижер пас рукой и тут же скрипки включились, да, еще какое-то движение, альты заиграли. Вот, мне всегда вот интересовало это. Ну, это самое поверхностное восприятие вот обыкновенного слушателя, задачи дирижера. Дирижер — это глубина, это мышление, это логика, это энергия, это харизма, это музыкальность, талант, это божий дар. То есть, это все объединяет в понятие дирижера. Дирижер не только показывает вступление музыкантам, он, самое главное, он рождает и создает музыку, он творит эту музыку. Дирижер — художник, музыканты — краски. И с помощью этих красок художник рисует музыку. Поэтому каждое движение дирижера, оно что-то обозначает, оно обязано, по крайней мере, что-то обозначать. И вот, слава богу, что я имел возможность учиться у своего педагога, который научил меня уметь рисовать кистьями, да, своими руками через помощь музыкантов и творить, создавать музыку. Каждое движение дирижера что-то либо означает. Ну и вот нет такого, да, что вот сейчас скрипки заиграли, сейчас раз барабаны пошли, тут литавры ударили. Такого нет, да? Нет, а уже написанная партитура, если они знают сами, где им нужно вступать, дирижер просто впрыскивает свою энергию, свою трактовку каждого произведения. Ну и руки в данном случае — это помощь, наконец-то. Безусловно, конечно. Направление энергии. Лимико, лицо, движение рук, спины, головы — это все, это музыкальные образы, это все равно, это дирижер творит этим. Ваш преподаватель вас называет одним из талантливейших дирижеров России, современных молодых дирижеров, и говорит, что у вас очень много креатива. Вот какой креатив ожидает зрителей, которые придут на концерт «Филармонию» 23 марта в 17.00? Ну, я хотел бы верить в это и действительно пригласить публику на этот прекрасный концерт. По крайней мере, то, что они услужат настоящего Брамса в исполнении Барнаульского оркестра и потрясающего пианиста, великолепного музыканта Олега Полянского, с которым мы в дуэте исполним великолепную музыку Дворжика. То есть это будет звучать настоящая музыка именно Брамса и Дворжика. То есть любители истинной, ценители истинной музыки получат удовольствие и наслаждение? Да, они ощутят на себе музыку Брамса, потому что это очень сложная музыка, она очень редко исполняется, и она требует колоссальной отдачи от музыкантов, колоссального понимания того, что звучит музыка Брамса. Эдуард, вот такой вопрос. Вы находитесь на территории Алтайского края, приехали к вам в Барнаул, и если бы вам преподнесли в подарок палочку дирижерскую, вот из чего вы бы предпочли ее? Скажем, из осины, из кедра, из дуба, из тополя? Может быть, палочку из меда? Ну, учитывая, что палочка должна быть, в общем-то, пластиковая, ну, учитывая то, что я нахожусь сейчас в Алтайском крае, да, то, конечно, пускай она будет из осины. И вот, я думаю, что такой подарок вам кто-нибудь из ценителей музыки сделает, и вы потом палочку будете хранить. Ну, спасибо вам огромное, что пришли. Давайте еще раз напомним, что концерт состоится 23 марта в 17.00 по адресу город Барнаул, улица Ползунова, 35. С удовольствием приходите. Первая часть концерта Олег Полянский, во второй части концерта симфонический оркестр филармонии, государственной филармонии Алтайского края, под управлением нашего утреннего гостя Эдуарда Дидюре. Спасибо вам еще раз огромное, что пришли. Новый день продолжается.